С нами на связи Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности. Иван Григорьевич, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Добрый вечер. Добрый вечер, слава Украине. Героям слава. Иван Григорьевич, ну смотрите, если мы говорим о таких потерях, как самолеты, истребители, бомбардировщики, соответственно, но каков урон, какой урон на себя ощущает силы противника с учетом вот этих авиационных потерь, поскольку, как мы понимаем, именно вот преимущество в авиационной сфере, да, вот этой военной авиации, вот дает тот козырь, который пока вооруженным силам Украины, ну если и бить, то просто пока нам сложно, с учетом того, что мы имеем и по возможностям, по боеприпасам, и, возможно, по применениям техсредств противовоздушной обороны, которые сейчас имеются на вооружении ВСУ. Ну, совершенно верно. Россия использует свой потенциал в воздушных силах сейчас, и, конечно же, самолеты отрабатывают и по мирным целям в тылу в Украине, и, главным образом, это, конечно же, фронтовая зона, где мы видим, что Россия постоянно сопровождает действия своих сухопутных войск, техники, авиационными налетами, авиационными ударами по местам сосредоточения и местам там, где находятся украинские войска, конечно же. Мы понимаем, что это конкурентное преимущество, временное конкурентное преимущество России, и оно значительным образом, мы показываем, что оно временное, потому что тогда, когда работает система противовоздушной обороны украинские, мы видим, как эти самолеты падают, и не по одному, а по нескольким день может быть такие удачные урожайные дни, когда по три, по два самолета в один день, и это не самолеты уровня там очень далекого позавчерашнего дня, это относительно современные самолеты четвертого поколения, такие как Су-34 и Су-35, штурмовики и истребители российские, поработающие вдоль линии фронта. Мы видим несколько дней назад три самолета, в начале января три самолета, опять же, в январе, и вот сегодня еще два самолета уровня Су-34 и Су-35. Ощутимо это для российских военно-космических, воздушно-космических сил или не ощутимо? Ну, если, опять же, доверять тем данным, которые, в принципе, публиковала и Россия, хвастаясь, хвастаясь, а, соответственно, увеличивая количество подобной техники, и которая в некоторой мере подтверждалась данными разведки наших партнеров, то мы понимаем, что у России около 250 соответствующих систем, соответствующих самолетов, позволяющих работать и ракетами, и управляемыми радио, управляемыми авиабомбами по фронту, около 250 Су-34, Су-35. Уничтожили их украинские силы обороны за все это время, подтвержденно уничтожены их около 40. Если мы уничтожаем их в день по 2-3, в урожайный день, то мы понимаем, что это 3 самолета, это более чем процент. И, конечно же, когда мы будем иметь возможность использовать средства противовоздушной обороны, не только для прикрытия наших населенных пунктов, для прикрытия мирного населения, прежде всего для прикрытия наших основных военных объектов, а когда мы будем иметь возможность их использовать в том числе в прифронтовой, фронтовой зоне, то, конечно же, доминирующему положению российских самолетов, российской авиации, будет положен конец и очень быстро. Они сейчас осторожно, после наших удачных ликвидаций, достаточно осторожно присматриваются к тому или иному участку фронта. Ну и, конечно же, как только они видят, что наши средства противовоздушной обороны расположены где-то в других местах и, соответственно, не достают до того или иного участка, они тут же наращивают на этом участке свою активность. Поэтому нам важно сейчас держать вопрос в порядке повестки дня перед нашими партнерами. Нам важно наращивать эти средства, чтобы их было достаточно, в том числе для работы по фронту. Да, но тем не менее, все равно уже шесть птичек, как говорится, минус. За такое короткое время, казалось бы, после потери четырех, они должны были бы хотя бы какой-то перерыв сделать, но, увы, видим, они не задумываются, не считают собой. Да, они бы сделали перерыв, если бы они имели хотя бы какие-то варианты иного поведения. То есть как их можно использовать в другой способ. Но они их не находят, этих вариантов, их нет. И поэтому, конечно же, понимая, что управляемые авиабомбы – это то, что работает эффективно, то, чего у них достаточно, конечно же, они гонят с большим риском на смерть своих авиаторов, летчиков, понимая, что как только украинцы приближают к этому участку линии фронта свои очень эффективные системы противовоздушной обороны, то шансов выжить у этих летчиков практически нет. И вот они, как смертники, работают, понимая, что не сегодня, так завтра эта лотерея выпадет им. Да, если смотреть о характере боевых действий Российской Федерации в Авдеевке. Но хотелось бы еще по направлениям, действительно, о характере боев с вами обсудить. Вот Авдеевская, Маринская, Работинская, Кременская, Бахмутская. Российское наступление идет на пяти направлениях, по крайней мере, так пишет The New York Times. И российские оккупанты с севера атакуют Углидар. Они продвигаются через село Новомихайловка, которое находится примерно 22 километра на северо-восток от города. Касательно характера действий оккупантов на этих направлениях, что можно говорить, если мы видели по Авдеевке, действительно, они активно используют КАБы, как сейчас на этих направлениях, что можно сказать? Да, поддержка авиации, да, поддержка авиации это то, что у России сейчас есть. Мы еще ожидаем обещанных нашими партнерами F-16, и, конечно же, тогда, когда они появятся в украинском небе, и появятся в достаточном количестве, я надеюсь, что это количество будет не на единицы идти, а все-таки на десятки, и, возможно, даже наши партнеры примут совершенно политическое решение, и очень правильное, дать нам достаточное, а не минимальное количество этих самолетов, а возможности есть, при том, что F-16 в мире около 5000 этих самолетов, и это в том мире, который не ведет активных боевых действий, практически на линии фронта, где столкновение цивилизаций, 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 антицивилизаций, да, и все-таки цивилизаций с перспективой, европейской цивилизацией, евроатлантической цивилизацией, и антицивилизацией, которую представляет сегодняшняя российская путинская недоимперия, то, конечно же, 160 и даже большее количество самолетов, это не является непосильной ношей и непосильным заданием для коалиции наших партнеров. Поэтому я надеюсь, что этих самолетов будет достаточно. Что, да, и по другим участкам фронта, конечно же, они отрабатывают в том числе большое количество своей живой силы, и здесь у них нет других шансов, как и дальше работать, при том, что, конечно же, после того, как они поставили флаги, российскую трехсветную тряпку над руинами сейчас Авдиевки, и ожидали, что после этого они будут иметь отдых, но политическая ситуация, которая разворачивается в России, не даст им этого отдыха, не даст им возможность даже зализывать раны. Путин будет гнать их дальше на убой, и им не следует ожидать то, что они будут иметь возможность перевести какое-то дыхание. До дня выборов, до 17 марта, их будут также тысячами, десятками и сотнями тысяч утилизировать в украинской земле только для того, чтобы дать хотя бы какие-то очередные победы и продвижения, продемонстрировать продвижение для своего фюрера и показать ему, что вот как о нем с риском для жизни и практически с жертвой своей жизнью печется российское население. Поэтому мы понимаем, что россияне будут дальше стараться поддавливать на всех направлениях, на всех пяти направлениях, соответственно, в Купенско-Лиманском, на Бахмутском направлении, на направлении сейчас Марьенко-Авдиевка, Запорожье, Запорожье и Левый берег Днепра в Херсонской области. На всех направлениях они стараются выдерживать давление, но понятно, что сейчас у них это получается только потому, что украинцы не имеют достаточного количества оружия, позволяющего нам сдерживать этот российский натиск. Поэтому, конечно же, мы видим, что у них местами получается какое-то продвижение. Достаточное количество вооружения будет позволять нам держать их на поводке и говорить об успешных украинских операциях. Поэтому мы, конечно же, надеемся, что наши партнеры будут думать быстрее, особенно во время того, как путинский российский режим демонстрирует все более и более бесчеловечные формы своей деятельности. Ну да, что тут говорит президент США Байден сказал о том, что, в принципе, признал, что вот эти задержки и помощи в том числе США вина, конечно же, и Авдеевка тоже на их совести, на этой задержке. Но вот смотрите, и тут буквально уточнение касательно F-16, которых вы вспомнили. 24 пока что об этой цифре идет речь. Глава нидерландского правительства Марк Рютте об этом заявлял. Но это две эскадрильи. Чем они смогут помочь? Мы понимаем, что переломать какую-то ситуацию на фронте нет. Но, тем не менее, результат от двух эскадрильей какой может быть? Это контроль отдельных участков фронта. При переброске этих, работают этих двух эскадрильей по всем участкам фронта, можно сказать, что дополнительные риски для российской авиации в радиусе 200 километров от зоны деятельности этих самолетов F-16, а именно это расстояние, позволяющее эффективно работать авиационным ракетам, воздух-воздух самолета F-16. Это то, что будет отбирать энтузиазм у российских летчиков, у российских командующих операциями на том или ином участке фронта. Но, конечно же, о 24 сейчас говорят одни наши партнеры. Мы понимаем, что коалиция сейчас, авиационная коалиция, составляет значительно более широкий спектр. Там около 10 государств сейчас готовы передавать нам самолеты. И мы надеемся, что все-таки передача будет, знаете, не в час по ложке. Хотя, знаете, под эти надежды мы видим, что темпы, в которых работает, в том числе авиационная коалиция, это, конечно, не те темпы, которые могут предложить партнеры, которые до конца понимают всю глубину проблем Украины и очень хотят ей помочь. Мы понимаем, что политические процессы во многих странах, разные ложные вызовы и ложные аргументы не дают им возможность набрать сейчас хорошие темпы с тем, чтобы ощутимо помогать Украине. Поэтому, конечно же, мы надеемся, что весной уже у нас появятся первые самолеты, но эти первые не будут последними. Мы понимаем, что разговоры шли и подтверждались нашими партнерами о готовности обеспечить 4 полноценных авиационных бригады. Это около 160 самолетов. И это минимум. И это тот минимум, который, я думаю, у нас не должно быть здесь излишней скромности. Украинское большое небо над Украиной может обеспечить эффективность, в том числе и десятку авиационных бригад. Здесь, конечно же, вопрос идет и о подготовке летчиков, подготовке аэродромов. Но мы понимаем, что наши возможности в этом направлении есть. Важна готовность наших партнеров. Иван Григорьевич, давайте поговорим о потерях со стороны нашего противника, потому что в последнее время мы понимаем, что в последние дни очень много экспертов на разных уровнях обсуждают ту историю, которая случилась с Авдеевкой. Но если мы говорим о потерях и о том, как на себе испытала армия Российской Федерации ту оборону, которую держала вот так героически вооруженные силы Украины, наша армия. Но если говорить о цифрах, то почти за 5 месяцев попыток взять Авдеевку российской армия потеряла не менее 17 тысяч солдат и офицеров. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховин. Общая цифра потерь армии Российской Федерации в боях за этот город составляет по меньшей мере 47 тысяч человек. Но стоит отметить, что в это количество входят как убитые, так и раненые военнослужащие армии Российской Федерации. Иван Григорьевич, вот, ну, понятное дело, что противник, он с живой силой и потерями, ну, по большей части не считается, да. Им, скорее всего, болезненно они испытывают потерю где-то вот сушек, илов и тушек и так далее, чем какого-то солдата. Неважно, какого он там, с какой он бригадой или с какой он там армией Российской Федерации. Да, но в целом, если мы говорим о том, что помогло Российской Федерации захватить украинский город, мы уже отмечали, что это преимущество в авиации, вы уже вспоминали вот по поводу этих управляемых и неуправляемых авиационных бомб, ФАБов и так далее. Эти выводы делал и Институт изучения войны, что именно вот это позволило армии Российской Федерации добиться для них вот этого определенного успеха там. Месяцами, по сути, бомбя вот этот город, да, где бы ни находились там части украинских вооруженных сил, но понятное дело, что очень сложно совладать с полутонными или тонными бомбами, которые уничтожают все на своем пути. Но если мы говорим не только об авиации, над чем еще стоило бы подумать, где еще стоило бы доработать, вот и в рамках коалиции, в рамках Рамштайна, Украине, нашим партнерам, для того, чтобы на перспективу, да, вот если не лекарство, ликвидировать эту угрозу на сто процентов, но иметь определенные, ну хотя бы, знаете, вот определенный паритет или же преимущество, чтобы вот бороться с этими ФАБами и управляемыми авиационными бомбами. Это средства противовоздушной обороны. Это самолеты и средства противовоздушной обороны. В том числе средства противовоздушной обороны, позволяющие работать ближе к линии фронта, в том числе те средства, которые могут быть в руках у солдата. Но мы понимаем, прежде всего, это, конечно же, те, которые позволяют работать на расстоянии до 40 километров, или как Петрио, то есть 160 километров, и с большой вероятностью уничтожать воздушные цели, на которые поставлен соответствующий маркер для уничтожения. Поэтому здесь не придуманы какие-то иные способы уничтожения российской авиации при помощи авиации и при помощи средств противовоздушной обороны. А что касается других направлений, в которых следует развивать украинские, развивать снабжение украинских сил обороны, мы понимаем, что они стоят постоянно на повестке дня сейчас и перед нашими партнерами, и по работе дипломатического корпуса сейчас, и практически на всех-всех площадках, где ведутся эти разговоры. Мы понимаем, что это боеприпасы, боеприпасы, которых очень не хватает сейчас в украинских полях. Мы понимаем, что мы активизируем сейчас и производство этих боеприпасов в Украине. Об этом заявила компания RainMetal. Мы понимаем, что эти боеприпасы изготавливаются на предприятиях военно-промышленного комплекса в странах наших партнеров. И нам бы хотелось, чтобы пропорция этих боеприпасов, которые идут сразу же в украинские поля, была значительно выше. И мы понимаем, что страны наших партнеров могут, когда хотят, обеспечить достаточное количество боеприпасов сейчас на украинский фронт. Мы понимаем, что нам важно очень развивать средства радиоэлектронной борьбы для того, чтобы защищать и наши позиции, и, соответственно, создавать коридоры по радиоэлектронной разведке в том числе, и создавать коридоры для того, чтобы более эффективно работали наши средства. Нам важно сейчас это беспилотники различного плана, и те, которые летают, и те, которые плавают, и те, которые работают по земле сейчас. Мы понимаем, что коалиция наших партнеров способна здесь обеспечить, способна обеспечить и качество, и количество при желании. И качественно на порядок опережают сейчас образцы и возможности этих образцов, которые демонстрируют западный мир, то, что происходит, производит Россия. Но вместе с тем Россия способна активизировать свой военно-промышленный комплекс и, соответственно, работать и на государственном уровне, и мобилизируя абсолютно все ресурсы в то, чтобы вырабатывать даже несовершенные образцы, но в большом количестве, что, понятно же, конечно же, создает свое давление на фронте. Нам вместе с нашей коалицией партнеров здесь есть на чем работать. И, конечно же, прогнозируя то, что от обороны будет время, когда мы готовы будем переходить к наступающим, к атакующим действиям, конечно же, нам нужно будет значительно большее количество бронетехники и установок и средств для разминирования. Это то, что тоже очень важно, планируя, опять же, планируя на перспективу нашу активную оборону. И мы понимаем, что эти вопросы стоят, ответы на них мы получаем, но очень и очень частично. Мы очень ждем, что в государстве нашего главного партнера в Соединенных Штатах Америка закончатся дебаты, непродуктивные дебаты, которые сейчас ставят для многих под вопрос ценности, которые исповедуют все-таки Соединенные Штаты Америки, позволяя себе торговать очень важными, в том числе, для их безопасности, для безопасности всей Европы принципами. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что эта дискуссия должна, в конце концов, завершиться тем, что Украина получит свои 60 миллиардов, позволяющие Украине сейчас эффективно защищать свою землю, освобождать ее от врага. Эти все в комплексе меры – это то, что нас ждет в ближайшее время и то, на чем мы должны работать. Спасибо вам, Иван Григорьевич, за то, что присоединились к телеканалу «Фридом». Напомню нашим зрителям Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.